Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Пару дней назад биткоину исполнилось 10 лет. Давайте его поздравим, пишите в комментариях с днём рождения биткоин и что вы ему пожелаете. Happy birthday to you! Make a wish! Да, именно 10 лет назад ночные кошмары банкиров стали реальностью. Это система электронных денег, позволяющая совершать электронные транзакции между участниками напрямую, минуя любые финансовые институты. Это так трогательно, что я даже прослезился. Я думаю, в честь такой знаменательной даты, сегодняшний выпуск просто обязан предположить, что произойдёт с биткоином и индустрией на протяжении следующих 10 лет. То, что вы сейчас видите на экране, это графическая проекция принятия биткоина в будущем. На самом деле, этот график может быть абсолютно неверным, неправильным, ведь всё может измениться. Но на данный момент это то, что мы имеем. Ребята, посудомоечная машина была придумана в 1850 году. Спустя 90 лет после этого посудомоечные машины добились 60% признания и принятия. Электричество добилось этого за 20 лет. Согласен, я сейчас сравниваю яблоки с апельсинами, но давайте сравним и платёжные системы. Кредитным картам понадобилось 20 лет, чтобы добиться 80% принятия людьми. Чтобы узнать, что будет с биткоином на протяжении следующих 10 лет, наверное, будет полезным узнать текущую ситуацию. А это достаточно сложно сделать, но по крайней мере я попытаюсь. И в этом мне поможет уже достаточно известный сайт, которым я довольно часто пользуюсь. Здесь расписаны все существующие биткоин-адреса. Как мы видим, на данный момент существует 15 671 620 адресов, на которых хранится биткоинов как минимум на 1 доллар. Конечно, их может быть намного больше с балансом до 1 доллара. И более того, я прекрасно понимаю, что одному человеку могут принадлежать разные биткоин-адреса. Но такой информации точно никто не найдёт. В том числе и я. Поэтому будем отталкиваться от того, что предлагает нам сайт BitcoinChartsInfo. Получается, 15 671 620 человек пользуются биткоином. Так ли это? Не думаю. Потому что только у меня есть 5 кошельков биткоина. В принципе, столько кошельков мне и не нужно. Но у меня они есть. И это только я. Уверен, кроме меня ещё множество людей существует, которые владеют не одним кошельком биткоина. Поэтому количество людей, вовлечённых в биткоин, может быть даже меньше, чем эта цифра. Давайте её идеализируем и возьмём для расчёта, упустив возможную погрешность. Собственно, сейчас на планете живёт 7,6 миллиарда людей. Это информация на июнь 2018 года. А вот это сколько существует биткоин-кошельков. Давайте возьмём 15 миллионов. И посчитаем процент. Сколько процентов составляет 15 миллионов от числа 7,6 миллиарда? Мать моя женщина. 2 десятых процента. 2 десятых процента. Это глобальное принятие биткоина. И при этом я взял для расчёта самый идеальный случай. А какая сейчас цена? Хабидейс. Хабидейс. Да уж, действительно счастливые деньки. Некоторые сравнивают биткоин с интернетом в 90-х. Кто-то путешествует ещё дальше в прошлое, чтобы сравнить биткоин ещё с чем-то. А я сравню биткоин с камнем. В любой период времени. Почему именно с камнем? Да потому что скульптор только подошёл к нему со своими инструментами и фантазией. На протяжении следующих 10 лет он будет вырезать из этого камня статую. Люди, которые не являются скульпторами, даже не до конца смогут понять, что именно на этом этапе будет происходить. Потому что этот этап ещё слишком ранний. Вот где мы находимся. Мы видим только камень. А может и вовсе биткоин будет смещён биткоин кэшем или станет новой мировой резервной системой? Кто знает? Пишите свои мысли по этому поводу в комментариях. Обсуждайте эту тему, она достаточно интересная. И мне будет интересно почитать ваши мысли по этому поводу. А меня зовут Богатейший Ди. Обязательно подпишись на канал, если ты тут впервые. Поставь лайк, если в этом видео было что-то интересное. Делись видео с друзьями. Подписывайся на группу ВК, Телеграм, пользуйся нашим мониторингом обменников. Все ссылки будут в описании. И кстати, большое спасибо за поддержку прошлого выпуска. Более тысячи лайков за ночь это просто взрыв мозга. Крутые вы, ребята. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин